Плечо к плечу, а завтра им предстоит гонка экстралиги, где они уже станут соперниками. Так что придется им в разных амплуа выступать против друг друга. Надеемся, что сегодня именно вместе заодно они покажут выдающийся результат. Ну а как их польские клубы разойдутся, мы узнаем завтра. Ждем старт. У Эмиля красный нашлемник отмечу, у Лагуты и синий. Итак, старт. Не очень хорошо. Наши ребята взяли его, вырываются вперед. Это польский спортсмен. Это Кшиштоф Казвик. Вторым идет Артем. На третьей позиции Ярослав Хампель. Эмиль только, к сожалению, замыкает заезд. Ну что ж, посмотрим, сможет ли Артем навязать борьбу Кшиштофу. Напомним, что Кшиштоф Казвик лидер нынешней серии Гран-при. По внешней траектории Артем набирает скорость. Ему удается выйти вперед. Ну что ж, закрывается. Да, великолепно закрывает Артем. Артем в траекторию для Кшиштофа. Выходит вперед в великолепном стиле. Захватывает лидерство Эмиль. Ну что ж, подержи начало Артема. Может быть, получится хотя бы третью позицию отвоевать. Ну что ж, браво, Артем. В великолепном стиле он обошел. Сейчас, главное, не ошибиться. Спокойно довести этот заезд. Мы говорим о том, что у него возникли проблемы в гонке польской лиги с двигателем. Но буквально за одну гонку он потерял три своих боевых двигателя. Что вынудило его вернуться в Латвию, в Даугавпилс. Там он провел работу своими тюнерами. Мы видим, что эта работа была плодотворна. Поскольку, ну просто супер, да, какой отрыв привез Артем Лакуда. Сильнейшим польским гонщиком. Браво, побеждает Артем в этом заезде. Вторым к финишу приходит Шиштов Казбург. Третий Ярослав Хампель. И замыкает Эмиль Сафудинов. К сожалению, знаем мы, что Эмиль нахуй...